Это Виконсто и сегодня я нахожусь на самой западной окраине Донецка. Микрорайон, жилплощадка, это Петровский район. Приехал домой заделать остальные окна, но немного вам подсниму, что получится. Я, честно говоря, с этой комнатой даже не знаю, что делать. Тоскую по дому, по родному, где все свои, где все по-простому. Обниму я маму, бью по-больному, но по-своему, а не по-чужому. По небеса дайте грому, и я временно в белый лист бумаги. И в кому здесь о людском, о том, что каждому знакомо, кто ушел из родного дома. Это указатели города. Выбор, Снежное, Харциск, Харьков. Сейчас дождь, ветер, поэтому я думаю, это самое лучшее время для нахождения в этом месте. Так как все-таки сверху ничего видно не будет, и подожжу, особо резючку не помесишь. Обязательно нужно смотреть под ноги, потому что вид здесь так себе. Посмотрите, полностью все посечено. Провода валяются, осколки. Все это побито. Прилеты большие. В общем, по возможности буду снимать и показывать. Еще был прилет. Дважды в одно место снаряд не может попасть. Практически в одно и то же. Сейчас будем что-то думать. Вот моя комната, где был прилет. Я уже фонарик нацепил, потому что света уже больше двух месяцев нет. Все как было, так и есть. Ковер, который я бросал в предыдущем видео. Что-то вставить, чтобы на кухню дырку закрыть. Цельная не была, чтобы. Батарея пробитая. Здесь в углу был шкаф. Вот доски пооставались от него. В этом углу стоял до самого потолка. А так еще более-менее вид нормальный. Я думал воды здесь поболее будет. Хотя на улице дождливая погода. Окно в зале. Сюда все посбрасываем, чтобы оно не мешалось. Видите, для чего клеится скотч? Чтобы осколки не разлетались. А сюда будем цеплять лист ОСБ. Вот такой большой. Ширине он должен подойти. Там уже посмотрим, как станет. Цельный лист встал на окно. Здесь небольшое расстояние. Но то главное, чтобы так держался более-менее. Сейчас будем крепить. Шуруповерт. 18-ти вольтовый. Интерскол. Из-за ленты я поотмечал, докуда нужно сверлить. И сейчас берем нагель. Такие нагели по бетону. И будем вкручивать с помощью такой биты. И закручиваем нагель. Все. То есть уже держится. И так по всей плоскости. Заделали окно в зале. Получилось цельный лист. И здесь кусочки, которые покупали. Но более-менее будет нормально. Здесь верхушка. Вся пустота. Здесь пустота. О, как-то закрутили. Потому что там вообще не держится. Раньше стоял здесь карниз. И постоянно подкладывали что-то. Ну, хоть так не будет задувать. В принципе, ОСБ влагостойкая. Поэтому будет нормально. Это все-таки лучше, чем было. По инструменту. Саморезы. Три с половиной на 55. Целый мешок взял. Шуруповерт. Интерскол. 18-ти вольтовый. Две батареи. Хватает аж за глаза. Вот, в принципе, заряд батареи я заряжал полностью. Вот на одно окно даже риска не ушла. Такие нагели. Ну и сверла по бетону. Сейчас будем приступать. Ко второй комнате. Это кухня. Здесь также нужно что-то будет придумать. Закрыть ОСБ-листом. Сюда его присверлить. А с этой дыркой я даже не знаю. Что можно придумать от кирпича. По идее, вот эту часть можно хоть как-то вот так заложить. Чтобы не затекало. Но хотя, видите, здесь все в аварийном состоянии. В любой момент эта окладка может вся упасть. Все держится на одном кирпиче. Видите? Окно открывается. Почти новое. Здесь вырвало все. И такой вид на эту сторону. О, и закрывается. Это тоже. Закрывать не будем. И открывать. Пусть так уже стоит. Эту часть окна. ОСБ. Здесь шуруповерт. Позакручивал саморезы. Так по стойке идет все вниз. Это максимум, что можно было сделать. Потому что тут крепить. Там все равно яма была. Никуда к ней что прицепили. А так ручки две я поснимал. И сразу вплотную все пристало. А эту сторону сейчас заделаю пеной. А тут даже не знаю, что придумать. Видите? Кирпичи в каком состоянии. И не боишься трогать, чтобы ничего не вывалилось. Здесь взял пену пистолет. Самый обычный. Встряхиваем. И здесь хотя бы позаделывать. Приблизительно это вот так получится. Мы подручными средствами задел все дырки. Хоть что-то будет. Это лучше, чем ничего. Таких серьезных я не вижу дырок. А с этим сейчас что-то будем думать еще. Закрыли мы тряпкой это все дело. По-хорошему. Но что здесь можно придумать? Тряпкой она все равно держаться не будет. Но здесь сбоку самую большую дырку задул. И просто прикрепил хотя бы, чтобы оно не залетало сюда. С этой стороны получилось вот так все заделать. По максимуму. Что возможно. И вот здесь. Но это все-таки лучше, чем ничего. Лист УСБ. Его сюда не к чему даже крепить. То есть это будет мартышкин труд. Здесь по максимуму закрыли вот так. Там пена немножко застынет. Стена аварийная. Поэтому по-другому тут вообще ничего не сделаешь. В принципе так и оставлять. Что тут можно придумать? Хотя бы если бы здесь опорная стенка была целая. Можно было бы эту часть прикрепить. И хотя бы наполовину закрыть. А тут все равно комната вся в таком состоянии. Что тут грубо говоря терять нечего уже. Те остальные комнаты сейчас вам покажу. Что получилось. Это тренажер Upking Pro. Тут где-то еще набор инструментов должен был лежать. Но это практически невозможно его сейчас достать. Здесь надо минимум неделю разгребаться по мусору. Никого нет. Дождь лива. Поэтому будем заканчивать. Кто-то потихоньку выезжать отсюда. Все-таки ехать еще. Все разбито. Весь дом побит. Но ничего не поделаешь. Также хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые поддерживали меня. Я в описании прикрепил сберкарточку. Каждый рубль, каждая копейка, которую вы переводили мне, очень ценная для меня. Все-таки это восстановление квартиры. Нужно будет со временем, когда боевые действия здесь прекратятся, восстанавливать все это дело. Документы на восстановление жилья в ЖЭКе я акт уже получил. Осталось только получить компенсацию. Но так как здесь красная зона, физически комиссия не может сюда приехать. Поэтому сейчас никаких выплат точно не будет. Поэтому все своими силами. С помощью вас я покупал шуруповерт, некоторые другие запчасти. Я это ценю. И спасибо вам большое за то, что вы есть. Это зало УСБ закрыто. Это спальня. Тоже закрыто. По возможности все сделано. Хоть как-то, но вода и снег не будет попадать. А это кухня. Вид с этой стороны. Пена немного застыла. Но это максимум, что можно сделать. Придумал еще такую штуковину. Поставил дверь от шкафа. И диван. А там у нас окно. По возможности. Здесь комната закрыта. Там ванна, туалет. Кухня. В принципе, все, что в наших силах было, мы сделали. С вами был Виконска. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Когда тоскуешь по родному дому, по родному дому. И здесь, брат, все по-простому. Здесь о людском и о том, что каждому знакомо. Кто ушел из родного дома, из родного дома. Тоску я по дому, тоску я по дому, тоску я по дому, тоску я по дому.